Документальная программа Если вы считаете, что БГ на сегодня является одним из самых богатых людей в мире, это может означать, что скоро всех пиратов вздернут на рее. А может быть и наоборот? Ознакомится Билл Гейтс с количеством продаваемых в России лицензионных программ фирмы Майкрософт и наложит на себя руки. Ну а нашу программу открывает игра, которая называется Tomb Raider 2. Эта игра является нам редким примером того, как герой игры становится популярнее самой игры. Не герой, героиня. Легендарная девушка по имени Лара Крофт. Всякий согласится, что она необычайно красива. Если прибавить к этому неукротимый нрав и крупный банковский счет, то становится понятным, почему она снискала такую симпатию у юзеров всего мира. А откуда любопытно узнать вам известные подробности о банковском счете? В игре есть опция Лара Схоум, которая позволяет побродить по дому Лары. Тот еще домик, я вам доложу. Размером с дом Пашкова и великолепно обставлен. А мебель подходящая? Английские кресла Чип и Дэйл. Если вам это хоть о чем-то говорит. При этом настоящий, разбитый под агрой дворецкий. Много вы видали домов с дворецким? Ладно, вернемся к игре. Лара, как известно, специализируется на поисках древних артефактов. Ради очередного магического изделия древних, ей придется побывать в Китае, Венеции, на затонувшем Титанике еще бог знает где. Противостоят ей по-прежнему всякие босики и бандиты, а также дикие звери свирепого нрава. Немного изменился и облик самой Лары. Она отрастила косичку, а также получила возможность переодеваться по ходу игры. Внимание, ценителей! Впервые в игре уровень, где Лара появляется в купальнике. Так что у вас есть ясный стимул доиграть хотя бы до середины программы.